Финишная прямая вести в субботу, где сегодня мы завершаем нашу серию специальных репортажей, а на наш взгляд, наконец-то, по-человечески приглашенных иностранных гостях парада на Красной площади 9 мая. В наших прошлых выпусках мы уже объясняли, почему, на наш взгляд, крайне славно, что в этот раз, 9 мая, на Красной площади будут посланцы, например, Кореи, и лидер КНДР, и спецпредставитель президента Южной Кореи, и кореец Генсек ООН. В прошлую субботу у нас было интервью с собирающимся в Москву президентом Вьетнама, из Ханоя. Ну, а в эти дни дополнительные новости из Азии такие. 9 мая в Москве не будет премьер-министра, побежденной в 45-м году Японии, отказался, но будет президент страны-победительница Монголия. И вот оттуда сегодня наш специальный репортаж, расширенная версия, которую мы специально приготовили для этого нашего расширенного выпуска на канале «Россия-24». Монголия – это, прежде всего, какое-то просто фантастическое небо. Но и на земле здесь чудеса. Ну, например, в степи вроде юрты себе и юрты, но теперь к ним полагаются солнечные батареи. При этом примечательно, что в этих юртах на своих компьютерах смотрят дети-кочевников. Да-да, это наш лунтик. К этому семейству степняков мы еще вернемся, а пока в город. В монгольской столице – потребительский бум. Под строгим взором Чингисхана – ну, очень современная молодежь. А рядом с покрытой патиной историей буддийскими храмами – новенькие небоскребы из блестящего стекла и бетона. И совсем коктейль из примет разных эпох – вот это невероятное производство в Ламбатре. О смысле которого мы расскажем чуть позже. А пока обратим внимание вот на этого парня с косичкой. Коммунисты такие всем отрезали, но теперь они опять в моде. Так с чего здесь, в Монголии, вести отсчет времени? Хранилище древних манускриптов и фолиантов. Вот где встречу нам назначил президент этой страны. Великая нация имеет великую культуру. Мы относимся к нашим культурам, очень бережно сохраняем. Это книга. Неужели это мантра? Это мантра, да-да-да. Тибетские письмена – золотом по серебру. Также священно для монголов и все, что связано со Второй мировой. Я гражданин Монголии, центр Алтан-Горел. Будучи студентом московского вуза, я вступил в ряды народного ополчения. От нашего института ушли 850 человек. Поэтому я, не предупредив института, не предупредив посольства, ушел на фронт. Представим еще двух наших новых монгольских знакомых, которые подхватили эстафету поколений. Первый – монгольский художник-баталист. Очень вас люблю. В центре творчества, опять же, наша, Великая Отечественная. Но может так рассуждают те, кто вырос при социализме? Ну вот, у стоящего в ламбаторе памятника Георгия Жукова встречаем тех, кто на русском-то уже и не говорит. Но! Жуков он не только российский, но и монгольский герой. Он до сих пор популярен у нашего народа, как человек, оказавший нам такую помощь в войне с Японией. Мы его помним, и наши дети будут помнить. Правда, ошеломительно. Откуда все это? Для начала обратимся еще раз к президенту. По убеждениям, кстати, демократу. Почему вы для себя решили, что вы непременно должны быть в Москве 9 мая этого года? Вы знаете, это наша общая победа. Монголия была единственным союзником тогда, во время Великой Отечественной войны, из Азии. Вы знаете, я закончил военное училище, у меня военное воспитание. А видно, вы даже сидите, спину держите, как военные. Да, поэтому это великая честь. Ну вот я слушаю вас, для вас, само собой разумеющимся, ехать в Москву 9 мая. Какое-то количество ваших коллег, президентов, премьер-министров, иностранных, сказали, что не пойдут они в Москву, учитывая нынешнюю политическую конъюнктуру. Как вы относитесь к этому отношению? Это их дело. Это наше право. Куда поехать, и с кем встречаться, и с кем праздновать. Есть ли не секрет, а не выходили на вас представители других держав, не советовали не ехать в Москву? Не, не, никто. То есть даже бесполезно монголам? Да, они знают. Да. Так почему монголов ей бесполезно отговаривать от поездки в Москву? Вот теперь окунемся в историю. Для начала вглядимся в фотографии тогда еще не Улан-Батора, а Урги, начала 20 века. Тогда это была, конечно, окраина-окраина, и ей предстояла радикальная трансформация. В советские годы кто-то в шутку, а кто-то ведь к ужасу всерьез говорил, что Монголии нужно совершить прыжок. Сразу из феодализма в социализм. Ну, как показывают последние годы потребительского бума, в Улан-Баторе все-таки и капитализм, не лишний эпизод в истории. Ну, а все-таки, что же здесь происходило в 20-е, 30-е, 40-е годы 20-го столетия? А вот давайте разбираться. На этих кадрах хроники та невероятная революция, которая происходила в Монголии в культуре быта, культуре производства, в коммуникациях, в печатном деле, да во всем. Стоило стране сблизиться с Россией и приступить к схожим с нашими социальным экспериментам. Так ли уж нужно все это было, так уж и всем монголам. В монгольском обществе на этот счет, конечно же, бытуют споры. Особенно на фоне того, что вся эта модернизация сопровождалась и репрессиями. Настолько родственной и подотчетной сталинской была власть верховного монгольского коммунистического правителя Чуйбалсана. Но вот тот же Чуйбалсан с советским комкором Георгием Жуковым, когда в 1939 году на Холхенголе Монголия подверглась агрессии со стороны Японии, которая уже подмяла под себя соседний Китай, Маньчжурию. Вот тогда-то и сработал заключенный еще в 1936 советско-монгольский военный договор. В случае нападения на одну из сторон, дружественная страна, заключившая данные договора, будет защищать границы дружественной страны, так же, как и свои собственные. Это наша собеседница, хранитель музея Жукова, который, кстати, в Монголии открылся еще тогда, когда у нас в Союзе имя Георгия Константиновича было принято не то, чтобы умалчивать, но и не выпячивать. С началом Великой Отечественной у монголов ни на секунду не было сомнений. С кем они? В 1941-м я приехал в СССР и поступил в орден Ленина Краснознаменное артиллерийское училище в Ленинграде. А тут война. И нас отправили на фронт под руководством преподавателя Шевелева. Русского языка мы не знали. Учили прямо на фронте. Сын такого же монгола-защитника Ленинграда, уже знакомый нам художник-баталист Хайзен Ганбат. А этот день называется 125 грамм в Балкаде и Ленинграде. Там один день только 125 грамм. Нормально есть в Киргии, поэтому рисовал север, как хелеб. Объясните мне одну вещь. Гитлер и Монголия – это тысяч 8 километров. Почему вы, монголы, живущие далеко в Азии, решили при нападении Гитлера на Советский Союз быть Советским Союзом? Мы же соседи. Если там беда в соседнем доме, в соседней стране, мы должны помогать друг другу. Наше население тогда было около миллиона. Три раза меньше, чем сегодня. Наша экономика была не очень большая тогда, но мы отдавали все, почти все, что мы имели. Все резервные дивизии под Москвой, когда они наступали, начали контрнаступление под Москвой, они были обмундированы полушубками, валенками. Из Монголии? Да, шапками из Монголии. Полностью, полностью. Средства, собранные монгольскими айратами и рабочими, позволили отправить на фронт и целую танковую колонну, а еще и самолеты. Ну а еще из Монголии шел Вольфрам и еще, конечно, Кони. Всего Красная Армия получила из Монголии полмиллиона невысоких, но очень выносливых монгольских лошадей, которые дошли до Берлина. Для монгольских кочевников это семейная мантра. Историю мы знаем, конечно. Наших лошадей отправляли на фронт сотнями тысяч. Люди делали это сами, добровольно. Это считалось честью помочь солдатам. Если бы вдруг такая ситуация повторилась, мы бы поступили точно так же. Переработка шерсти. Вот о чем мы уже вспоминали. Последняя из открытых в войну фабрик как раз сейчас готовится к закрытию. Работать под тем технологиям осталось всего две недели. Так что это наша съемка своего рода последний взгляд в прошлое и на те нечеловеческие условия, в которых монголы героически в несколько смен работали на победу. И владелец этого завода говорит по-русски. И как мы уже знаем, на фронтах Великой Отечественной вместе со своими советскими братьями воевали и граждане Монголии. Мы дружно жили. Все, значит, делили. Хлеб делили, паек делили, американский консерв делили. Все дружно было. Очень дружно. Тогда ведь народ не такой был, как сейчас. Но впереди была и летняя кампания 45-го года против Японии. Я прочел перед приездом сюда статью, которая меня поразила. Все мужское население взрослой Монголии участвовало вот в этом походе вместе с советской армией. Да, серьезно так вот? Да, почти все. Каждый монгол воевал. В тот период население Монголии было небольшим. Где-то около 800 тысяч человек. Но Монголия, верная своему союзническому долгу, а именно протоколу, заключенному в 36-м году, 12 марта, взаимопомощи, подставила под ружье 21 тысячи человек. Для народа, который такой малочисленный, конечно, это большое количество. Об этом должны все знать все. Вместе с советскими солдатами монголы дошли тогда до Харбина. А потом были еще четыре с лишним десятилетия, по сути, общей жизни, где совпадения были даже в деталях. Монголы действительно нас очень хорошо знают и переживают. Благодаря телевизору мы следим за новостями. Вот тут днями был пожар неподалеку в степи. Мы очень беспокоимся, как бы по сухой траве он не дошел и до нас. И про пожары в российском Забайкалье знаем. Если бы могли, то сами бы поехали помочь с тушением. Будем надеяться, что пройдут дожди. За плечами у президента Монголии только в прошлом году пять встреч с президентом России. Не так давно прошел и первый в истории трехсторонний саммит Монголия, Россия и Китай. Вот в Улан-Баторе всячески и позиционируют свою страну как коридор, по которому из России в Китай могут пойти и новые ЛЭП, и расширенная железная дорога, и газопровод. Все это предмет переговоров. Но есть и совсем очевидные вещи. Вы знаете, мы можем поставлять мясо, мясные, хорошие, качественные продукты в Сибирский Орион. Зачем из Австралии мясо? Зачем из Новой Зеланды мясо? Мы можем поставлять кашмирные продукты, не уступающие качествам итальянскими. Или, вы знаете, очень много. Из прошлого года, с декабря прошлого года у нас существует безвизовый режим. Очень удобно. Я вот сюда приехал, вам, на границу вперед. Да, много людей из России приходят к нам, наши много едут, ваши товары и наши товары друг к другу. А увеличилась торговля, скажем, мясом с тех пор, как Россия вела вот эти антисанкции против Европейского Союза в Соединенных Штатах? Больше стали ли поставки из Монголии? Мы хотим увеличить это. Я думаю, что увеличится. Напоследок мы еще раз заглянули в мантры. Но мне кажется, я могу перевести. Да, вы можете перевести. Вот смотрите, здесь написано. Да здравствует нерушимая российско-монгольская дружба. Прекрасно. Вести в субботу. Монголия. Целиком интервью с президентом Монголии, выпускником, если кто не знает, Львовского военно-политического училища на канале России 24, ближе к Дню Победы. Ну а в этом нашем выпуске отдельной благодарности заслуживает еще один человек, который обеспечил нам такие емкие съемки в Ланбатре. Личный представитель президента Монголии по вопросам экономических и инфраструктурных связей с Россией. До этого посол в Москве Лусан Дандарын Хангай. Спасибо ему. Спасибо.